Дру, наткнулся я значит тут на интересные наушнички Мол, закос под AirPods Pro от Honor И ценник-то всего в районе 3 рублей И спасибо Илюхе с канала Распаковка 2 Паковка За то, что подогнал их мне, когда я у него гостил И объяснил, что это далеко не Honor И кстати, я их разыграю Поэтому подписывайся, а остальном расскажу чуть позже Конечно на коробочке есть прекрасный логотип с надписью Honor Choice Но сам бренд производством не занимается Honor только рекомендует их Получается, ребята берут какого-то ноунейма Подписывают там свои договорчики, бумажечки и все такое А я потом иду по магазину и такой О, да это ж Honor, надо брать Хорошая идея, идешь такой по магазину А там наушники и логотип там, не знаю, Вилса рекомендует Это, это топчик Или Илья рекомендует, или не шарь Хотя нет, такие я бы точно покупать не стал Ну а если говорить серьезно То это первый представитель экосистемы продуктов Которые рекомендуются брендам Honor В эту экосистему вообще должны входить куча разных устройств И весь прикол заключается в том, чтобы продвигать продукты Китайских ноунеймов на мировой рынок Клюха меня, ха! Самоирония! Конкретно этими ультрабюджетными наушниками Занимается компания Moisey Который является дочерним брендом компании Sosonic А, 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 поняли юмор сотого уровня В общем, ребята конкретно так перестарались И выпустили несколько версий одних и тех же наушников И хрен, пойди иди разбери, какие для какого рынка Вот есть True Wireless Stereo AirBuds X1 Как у меня А есть просто True Wireless Stereo AirBuds Они все одинаковые, даже коробочки идентичны Разве что названия отличаются Но неизменно только одно Что все они выдаются за бренд Honor И цвет коробочки, как у Honor И название есть Honor Чтобы я при покупке был уверен, что да, это Honor Джон Honor В голубой коробочке лежат наушники IKEA Есть инструкция, сменный амбушюр трех размеров И кабель USB Type-C И внешне они ну очень похожи на AirPods Pro Это вакуумные вкладыши У которых удобная ножка За которую легко браться при вынимании наушника из ушей Выполнены они из глянцевого пластика в белом цвете Лично у меня наушники сидят плохо Стоит мне начать есть или говорить Они сразу такое ощущение, что вот-вот выпадут То есть сразу пропадает вот это вот ощущение вакуума И наушники отходят Помимо этого, мне не нравится, что есть индикация То, что есть этот огонек, который сразу же палит Что это наушники китайские Плохо Хотя казалось бы, форма амбушюр очень похожа на форму амбушюр в AirPods Pro Которые у меня сидят отлично Но по ходу дела здесь еще и материал имеет значение Нужно, чтобы он не пытался вернуться в исходное состояние, выталкивая наушник Потому что у меня они вываливаются Ну ничего страшного Кейс выполнен из глянцевого белого пластика Дизайн футляра очень необычный Прямо что-то такое самобытное и ни на что не похоже Да ладно, гоню Естественно, AirPods Pro На фронтальной части безумно красивый индикатор зарядки На нижнем торце разъем USB Type-C Внутри магнитные гнезда И наушники сидят внутри очень хорошо Поэтому не возникает ситуации, когда какой-то из наушников не заряжается Как это было, например, у моего друга с наушниками Samsung Buds Второй большой проблемой, с которой я столкнулся Правый наушник иногда просто-напросто не заряжается Кто-нибудь покажите это Samsung Они офигеют А чё так можно было, что ли? Ну и как водится, нельзя Нельзя так просто обозреть наушники И не сделать айкипедия-тест Правильно Ну вообще я достаточно сильно дернул Давайте нежнее Вот Качество сборки хорошее Но ощущение расхлябанности и дешманской легкости присутствует Хотя при этом есть защита от влаги и пыли по стандарту IP54 Управление осуществляется через тык-тык и удержание по сенсорным кнопкам Двойной тык-тык и песня останавливается или запускается Ответ на звонок тоже двойной тык-тык А вот переключаются треки удержанием Правый наушник переключает трек, а левый возвращает Сброс звонка тоже через удержание Существует еще тройной тык-тык Он вызывает голосового помощника Но я этим не пользуюсь Алло, Валь, извини, что сбросил, я сейчас видео записываю Больше всего меня здесь огорчает световой индикатор Для чего он нужен? По-хорошему только для того, чтобы показать, что наушники успешно вошли в режим сопряжения И их можно подключать И все, они больше нафиг не нужны Они в принципе не нужны Поэтому во время воспроизведения они не моргают Но стоит поставить на паузу А не тут как тут Эй, мы здесь, смотри сюда У-ху-ху Вот это вот сопряжение И вот эти вот лампочки, они здесь нафиг не нужны Лучше всего сделать кнопку на футляре Которую зажал, индикатор здесь замигал Все Готов к сопряжению И это будет в самый раз Микрофонов тут аж две штуки Один у основания ножки, второй на торце Для того, чтобы брать шумы и типа их поглощать Единственное, я запутался Работает всегда только один Но вот какой из них Сейчас проверим Короче, тест не удался Потому что я записал Этот работал, этот не работал Но во время записи повторный Этот начал работать, а этот не работал В общем, я сейчас не знаю, какой из них работает Но дело в том, что каждый из них Независимо друг от другого Может передавать звук Если я этот уберу Этот будет передавать звук Если я этот уберу Этот будет передавать звук Так же и с музыкой Они работают независимо друг от друга Поэтому нет какого-то одного главного наушника Но почему звук берется только с одного? Ну, не знаю, видимо, и так нужно. Но я все равно хочу провести тест. Вот. Я ставлю на то, что вот этот главный. Сейчас я его уберу и постучу, поэтому звук должен перепрыгнуть на него. Надеюсь, удастся. Получилось? Или не получилось? Хоп. Так, если вдруг этот, то я просто стучу по нему, и он такой, типа, да, я главный. Но я его убираю, и теперь вот... Возвращаю в этот. Нахрена мне это все? Че за тест, блин? Какой к нему толк? Активного шумоподавления здесь нет, поэтому шум метро заглушить не получится. Но! Но! Я всегда могу поставить Лукаш Терна. И посмотри, два мульта на мин часы. Кстати, в корпусе наушников отсутствуют компенсационные отверстия. Именно поэтому эффект вакуума очень сильный, имея в виду. Приложения к ним нет. Ну, типа, шибко жирно будет. Зато подключение осуществляется через Bluetooth 5.0. И повторное подключение молниеносное. Только успеваю воткнуть в уши, как все подключено. И сопровождается все это с забавным таким звуком, типа, капающей воды. Доступны кодеки AAC и CBC. Никаких aptX и LDAC. Конечно, жаль, что нет приложения, в котором можно было бы, там, не знаю, тык-тык настроить. Или быстро подключаться к другому устройству. Или хотя бы эквалайзером звук поправить. Но, видимо, такой бюджет не подразумевает это. Дурого будет. Внутри 7-миллиметровый драйвер с композитной диафрагмой. Сопротивление 16 Ом. А диапазон частот от 20 Гц до 20 кГц. Очень средний показатель. Хотя, по факту, звук не так уж и плох. Вердикт. Слушать можно? Чисто по фану. Без аудиофильства. Просто фоном. Хотя я сомневаюсь, что какой-то аудиофил такой... Ммм, 3000 рублей. Скорее всего, это отличные наушники. Надо купить? Это ж Honor. Обязательно куплю. Вроде бы все хорошо. Дизайн, звук вроде как тоже не неплохой. Но как долго я смогу их слушать? Вот, например, на коробочке написано, что они могут непрерывно работать 24 часа. Да, 24 часа непрерывные работы. Непрерывные. Значит, без перерывов. Не будет перерывов. Я смогу 24 часа слушать музыку. Да? Но у меня вопрос. Почему я тогда каждые 5-6 часов должен их подзаряжать? Аккумулятор в наушниках по 55 миллиампер часов. Ну, как во многих бюджетниках. А кейс на 500 миллиампер часов. Получается, что вместе с кейсом наушники в общей сложности могут проработать 24 часа. Но с перерывами. Я люблю, когда так пишут. Типа, непрерывные работы 24 часа у наушников. С перерывами, блядь. Они не работают, когда они в наушниках. Может, они работают, когда они в кейсе? Может, я смогу слушать музыку вот так? Ну что ж, давайте проверим. Во-первых, они не ставятся на паузу, когда их вынимаешь. Кейс. Засовываем. Музыка прекратилась. 24 часа. Хотя, обратите внимание, пауза не включилась. Господи, что с моим языком сегодня? И смотрите, что заметил. Типа, они реально работают. Они могут 24 часа работать, но музыки не будет. То есть, просто динамики отрубаются, но воспроизведение все равно идет на наушники. Паузы не устанавливаются. Типа, для чего это сделано? Где логика? Кто это придумал? Официальная цена в России почти 3000 рублей. В таком ценовом сегменте есть альтернатива. Но в целом за такие деньги это неплохое решение. Причем цены на Алиэкспресс сейчас, в данный момент, ну, плюс-минус то же самое. В общем, для себя я нашел всего пару именно минусов. Ну, прям вот минусов. Это, конечно же, индикатор. Нахрена он нужен? Конечно же, сопряжение. Тоже нихрена неудобно. И третье, это амбушюры. Они у меня вываливаются. Ну, типа, вот так. Ну, такое ощущение. Ты ее вставляешь, и наушник такой, типа... Ну, а в остальном, конечно же, звук неплохой. Если у тебя сидят на ушах, то вообще отлично. Но я лично должен продолжить свой путь поиска отличных бюджетных затычек. Не знаю, получите, но у меня поиск такой. Короче, чтобы выиграть эти чудесные наушнички, нужно всего ничего. Нужно подписаться на канал, нужно оставить комментарий с контактом для связи. Чтоб я тебе написал прямо во время онлайн-трансляции. Я ее обычно провожу в Инстаграм, но что-то подумываю. Может быть, на Твиче. Я зарегался на Твиче, кстати. Да? Да. Либо на Ютубе. Пока еще не знаю. Просто на Ютубе, на Твиче. Долго в Инстаграме просто запустил такой. А-а-а, здорово, ребят! В любой момент можешь камеру отвернуть, если... Ну, чтобы не спалить. Ну, в общем, как-то так. Бро. Если ролик понравился, подписывайся на канал. Ставь лайк. А я в комментариях. Пока. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok